Доброе утро, дорогие телезрители! Я всех вас поздравляю с предстоящим праздником, днем Святой Троицы, или, как по-другому мы еще называем, днем Святой Пятидесятницы. Удивительный праздник. Удивителен тем, что этот день Церковь называет днем своего рождения. Христианская община в этот день начала возрастать, и в этот день, можно сказать, родилась христианская Церковь. Касательно истории этого праздника. Когда Господь воскрес, Он еще являлся несколько дней, Священный Писамик говорит, что 40 дней являлся Своим ученикам и учил их тайнам Царства Божия. Позже, на 40-й день, Господь вознесся, но перед Вознесением ученикам сам заповедовал никуда не отлучаться от Иерусалима, а ожидать что-то очень значимое, ожидать пришествия Святого Духа. Апостолы находились в Иерусалиме, и вот на 50-й день после Пасхи, после Воскресения Господня, в Сионской горнице произошло великое чудо. Книга «Деяния апостольских» описывает, что в этот день собралось в горнице порядка 120 человек, и внезапно послышался шум, как от бурного ветра. После этого звукового явления произошло еще очень важное действие. В воздухе появились некие язычки огневидные, и вот эти огневидные языки сошли на собравшихся учеников Господних, на собравшихся людей. Апостолы, когда получили вот этот великий дар, потому что под этими огненными языками Священное Писание нам говорит, разумеется, Дух Святой, который сошел на апостолов, с апостолами произошло нечто очень необычное. Апостолы исполнились Святого Духа, и в радости сердца вышли из этой горницы, из места, где они находились в тайне от других людей, от посторонних глаз, так как в них еще присутствовал страх того, что они будут гонимы, того, что их могут преследовать за веру в Иисуса Христа Воскресшего. Они уже ничего не боялись, они вышли на проповедь. И начали говорить людям, находящимся в Иерусалиме, не своим обычным наречием, а начали говорить на языках, которые до этого никогда не знали. Так проявился дар языков, дар знания иностранных языков у апостолов. Господь дал этот дар им для того, чтобы они смогли легче донести проповедь, слово о воскрешенном Христе и другим народам. Ну и еще, к слову сказать, что праздник Пятидесятницы, праздник, который имеет свои корни не только в Новом Завете, но и корни более древние, корни Ветхозаветные. Дело в том, что на Пятидесятый день после исхода евреев из Египта произошло событие, очень знаковое событие для всего Ветхозаветного человечества, для всего Ветхого Завета. На Пятидесятый день по исходе Моисей получил скрижали завета. В этот день был оформлен, если можно так выразиться, Ветхий Завет. В этот день Ветхозаветные иудеи праздновали не только дарование им скрижали завета, не только установление Ветхозаветного закона, но также праздновали и другое событие. К этому дню заканчивалась жатва, и люди, которые получали урожай, должны были, согласно закона, принести Богу благодарность, принести Богу жертву за собранный урожай. Все стремились в этот день попасть в Иерусалим, все стремились принести Богу жертву в Иерусалимском храме. Там были не только люди, жившие на территории Палестины, но также люди, которые жили за ее пределами. Иудеи рассеяния, люди, которые жили на территории нынешней Греции, на территории нынешней Азии, на территории нынешней Италии. В общем, люди с разных-разных стран. Они все исповедовали иудейскую веру, поэтому они стремились попасть в этот день в Иерусалим. Поэтому в Иерусалиме в этот день находилось очень много народа. И вот когда апостолы вышли на проповедь, когда апостолы вышли к людям, а людей собралось тогда очень много, потому что многих привлек именно этот шум, необычный шум, донесшийся с неба. Многие люди собрались возле горницы, и апостолы, когда вышли на проповедь, начали говорить к этим людям на их родных языках. К тому времени очень многие иудеи рассеяния уже забыли свой родной язык и говорили уже на тех языках тех стран, в которых они жили. Поэтому, когда услышали они проповедь на своих родных языках, они недоумевали, что происходит. Апостолы себя вели очень необычно. Их переполняла радость о Духе Святом. И даже некоторые из собравшихся людей подумали, что апостолы пьяны, выпили с утра сладкого вина. Но апостол Петр, обратившись к народу в своей проповеди, сказал, что не думайте, что мы напились вина, потому что сейчас ранний час. И апостол Петр произнес свою удивительную проповедь. Эта проповедь была настолько вдохновенна, эта проповедь была настолько жива, что в этот день к Церкви Христовой присоединилось около трех тысяч человек. Это описано, опять же, в книге «Деяния апостольских». Как я говорил, это день не только воспоминания этого события, воспоминания о сошествии Святого Духа на апостолов, но это еще и день рождения христианской Церкви. Потому что святые ученики Господни, святые апостолы получили полноту даров, обещанных Господом. И Церковь сегодня до сих пор пользуется благодатными дарами, пользуется той благодатью, которая дарована в день Пятидесятницы, имея им сегодня всю полноту божественного откровения. Всех вас поздравляю с этим удивительным днем, с днем рождения христианской Церкви и с днем сошествия Святого Духа на святых апостолов. Пускай Господь нам всем помогает, нас всех благословляет. Субтитры создавал DimaTorzok